Жанна Фриске Жанна Фриске Жанна Фриск В зале Жанну провожают в последний путь ее безутешные родители и сестра. Мужа Фриске Дмитрия Шейпелева отчего-то рядом нет. Возможно, телеведущий до сих пор находится в Болгарии с их крошкой сыном Платоном и прилетит уже на похороны. Близкие же до сих пор не могут прийти в себя и поверить, что красавицы Жанны больше нет. Не скрывает слёз её лучшая подруга Ольга Орлова, бывшие коллеги из «Блестящих» и друзья-артисты. В то, что Фриске всё-таки победит жуткую болезнь, верили все. Для всех же она всегда была очень добрым, светлым человеком в прямом смысле этих слов. И я лично на многом у меня научила, как быть красивой, как быть женщиной. Я разговаривала последний раз с Жанной перед Новым годом, буквально за несколько недель. Мы с ней смеялись, обсуждали личную жизнь, мою, её. Она совершенно была, уже мне казалось, абсолютно выздоровевшим, здоровым человеком. Она рассказывала про сынишку, как она счастлива, что у неё он есть, как она каждое утро просыпается и слышит топот его ножек. И советовала мне скорее стать мамой. И говорила, что она хочет ещё детей. Она говорит, Аня, ты знаешь, я очень хочу ещё дочку. И у ней прям были серьёзные планы на жизнь. Я подумала, господи, какое чудо, какое счастье, что болезнь отступила, и что Жанна будет с нами. Для меня она даже больше, чем артистка, чем подруга, чем просто человек. То есть, в ней есть какие-то небесные силы. Жанна, спасибо тебе. Просто спасибо тебе. Я уже просто передавал ей приветы, потому что она уже не говорила. Я через её подруг, которые с ней были каждый день, передавал ей всяческие слова. Не успели, в последний раз как-то не успел. Не успел, не говорил, повидать, увидеть, сказать всё. Невероятная потеря, правда. Невероятная просто. Невозможно поверить, держать слёз. Мужчины плачут, да. Все. Жанна, мы будем помнить тебя всегда. Юлия Бабурина, Макс Власов, ПРО Новости. В четверг утром прошло отпевание артистки в Елоховском соборе и погребение на подмосковном Николоархангельском кладбище. Ещё раз хотим выразить соболезнования родным и близким Жанны. Сотни людей собрались, чтобы проводить Жанну в последний путь. И гражданский муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев приехал на Николоархангельское кладбище Москвы, чтобы проститься со своей любимой. Он рассказал журналистам КП о последних днях, проведённых вместе с Жанной. Я провёл с Жанной два этих года, не отходя. Исследовал за ней везде, где она была. Потому что я знал, что моему любимому человеку нужна поддержка. И то, что это произошло по такому чудовищному стечению обстоятельств, по-другому это назвать нельзя. Конечно, если бы у меня был выбор, я хотел бы быть в эти минуты вместе с ней. Это не иначе, как в стечении обстоятельств, потому что это произошло в течение суток после нашего отъезда с ребёнка. Я спокоен за сына и очень рад, что все эти трагические события обходят его стороной.